Когда фермерам недалеко от Детройта, где-то примерно в 1908 году достался один из первых, Ford T, они, недолго думая, взяли и отрезали половину машины. В образовавшийся кузов они сложили мешки с овсом, мотыги, лопаты, еще что-то, и умчали вдаль. Вот примерно так появился в мире первый пикап. Прошло сто лет, и эти самые пикапы заполонили весь свет. Мы знаем компромиссные российские, надежные японские, брутальные австралийские, мощные американские, футуристичные корейские, и вот пришло время китайских. Какие они? Узнаем на примере самого длинного пикапа прямо сейчас на рынке Great Wall Puer King Kong. Вот любят китайцы эти сложные и непонятные русскому слуху названия. Так и здесь не обошлось явно без коллективного мозгового штурма. Смотрите сами, Great Wall это про корни, Puer это не про пуэр, не про чай, а про пауэр, про силу. Ну а King Kong это как бы ответ на вопрос, кто здесь самый большой. Да уж действительно, вот такой ширины и вот такой ужины. Причем ужины это про дорожный просвет, который здесь не так уж и велик, составляет всего 200 миллиметров. Это меньше, чем у Lada Vesta Cross. Ну а если учесть дерзко выпирающие крепления рессор, то и того меньше. Создатели этого автомобиля были вдохновлены не иначе, как великой китайской стеной. Точно. И вообще такое ощущение, что дизайнерам, когда они создавали эту машину, просто внезапно вырубили свет. Потому что если бы этого не случилось, они бы продолжали его рисовать, 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 он бы возможно никогда не закончился. При таких габаритах говорить о серьезных оффроудных способностях не приходится. Мелкие грунтовые дороги, какие-то небольшие броды, небольшие камни или как в нашем случае рыхлый снег, вот его зона комфорта. Вообще настоящий пикап это что-то такое аналоговое. С рычагами, лебедкой, лестницами, канистрами, лопатами, дополнительным освещением. И все это, конечно, можно сюда приварить и прикрутить. И в этом случае King Kong превратится в настоящего дракона. Но при этом утратит основной замысел его авторов, их философию. А судя по вводным данным этой машины, ощущение такое, что King Kong создан для того, чтобы перевести что-нибудь очень большое, спокойно, из точки А в точку Б. Спокойствие транспортировки объясняется прежде всего конструкцией подвески. Сзади рессоры проходят не над мостом, а под ним. И сделано это для того, чтобы уменьшить крены, увеличить стабильность и монолитность хода. Ну и, конечно же, чтобы снизить высоту погрузки. Идем далее. Под капотом здесь могут быть два двигателя. Бензиновый и дизельный. Нам достался бензиновый. Объемом 2 литра. Это рядная четверка мощностью 190 лошадиных сил. Можете выбрать комплектацию и с дизелем. Тогда мощность будет 150 лошадиных сил. Коробка передач одинаковая и там, и там. Механическая шестиступенчатая. Причем с бензиновым вариантом такая история, что, в принципе, вы можете трогаться со второй. Для чего здесь первая передача? Ни я, ни все предшественники, которые были за рулем этого тестового Кинг-Конга, так и не поняли. Вы можете трогаться со второй, потом сразу перескакивать на четвертую, на шестую и ехать. Ну, фактически, как Волга с тремя передачами. Надо сказать, что я довольно комфортно расположился здесь за рулем. И это, пожалуй, первый китайский автомобиль, где я полноценно поместился в кресле. Не считаю себя таким прям большим и точным. Но есть такая тенденция, особенно в небольших китайских машинах, в плане сидушки самой, она какая-то прям, ну, откровенно детская. Здесь действительно, ну, чувствуешь себя вальяжно, спокойно, ты прям вот сидишь в пикапе, большой подлокотник, неплохая кожаная отделка кресел. И водительское кресло, кстати, полностью с электрорегулировками и по высоте спинки, и по вылету самой сидушки. Это, конечно же, плюс. Что касается рулевой колонки, то тут она, ну, двигается разве что вверх-вниз. Вот другого такого продольного здесь, продольной настройки здесь, к сожалению, нет. А хотелось бы. Вообще, что касается материалов отделки, то тут они такие компромиссные. С одной стороны ты смотришь, и все выглядит добротно, все выглядит дорого, но проскакивает какая-то непонятная штука. Вот, например, дефлекторы отопителя. Ты смотришь на них, они как-то по-мерседесовски выглядят металлическими, такими матовыми, красивыми. Начинаешь прикасаться и понимаешь, что они очень жидкие, из очень какого-то странного пластика сделаны, и лишний раз их трогать не хочется. То есть, смотреть можно, трогать нельзя. Про тормоза. Отдельно про тормоза. Хочу поставить прям несколько плюсиков, потому что они здесь действительно эффективные, они действительно хороши. Возможно, потому что сзади тоже дисковые системы установлены, и это прям чувствуется. Она равномерно останавливается, нет каких-то кивков вперед, или как-то вот в кармане куда не дергается. Все хорошо. И это, я считаю, очень круто для такого автомобиля с такими габаритами, с такой массой. Мне понравилось. Что касается обзорности автомобиля. Здесь все, ну, наверное, на 4 с плюсом из 5 баллов. Огромные зеркала, огромная зона остекления. И ты действительно плывешь над дорогой, и все видно. В зеркале вот отражаются такие исполинские крюки. Вот так вот смотришь, все вроде хорошо. Опускаешь взгляд на приборную панель, становится немного грустно. Все-таки, если бы здесь было что-то аналоговое, что-то такое по-настоящему брутальное, что-то такое от пикапа, от джипов, если хотите. Но нет, вот сюда вот воткнули, как будто бы от какого-то маленького седана. Естественно, здесь на таком троне восседает, ну, правда, небольшой экран. Но, если честно, даже если бы здесь не было этого телевизора, хуже бы не стало. Потому что его функционал не так велик, разобраться в нем вам не составит никакого труда. Здесь все вот такими плашками показано. Локальные медиа, настройка автомобиля. Вы можете подключить Apple CarPlay или Android Audio. Есть стандартные настройки системы. Ну, и, естественно, подключение по Bluetooth вашего телефона. Либо вы можете там музычку свою послушать. Это без проблем, поэтому как-то особо даже не хочу на нем останавливаться. Вот то, что действительно вызывает интерес и такую приятную улыбку, уважение, это вот эта центральная панель с кнопками управления полным приводом или передним приводом, включение аварийной сигнализации. Вообще понравилось то, что наконец-то здесь кнопки, они настоящие. То есть они такие тактильные. Ты нажимаешь на кнопку, она нажимается. В последнее время все перешло на такую тачскриновую историю. Здесь же все, ну, действительно, такое, настоящее. Это прям круто. Прям круто. Что касается включения полного привода, здесь тоже это выведено на центральную консоль. И делается довольно просто буквально нажатием одной кнопки. Вы можете ехать на заднем приводе, либо так принудительно подключить полный. Вот в условиях этой погоды, на самом деле, я вот на полном катаюсь уже несколько дней. Нет вот этого сноса задней оси, потому что кузов, ну, во время тестов у нас зачастую пустой. И, естественно, это сказывается. Вообще, что касается особенностей задней подвески и вот этого расположения, ресор под задним мостом, в линейном движении, в прямолинейном движении все в порядке. Но как только вы наезжаете на какую-то кочку, при незагруженном багажнике, ну, реально получается прям вот такой пинок. Я думаю, если задних пассажиров посадить на задний диван, то они так прям хорошенько подпрыгнут. Потому что даже сидя за рулем, ты ощущаешь вот этот толчок. Поэтому, конечно, эта машина любит, чтобы в ней что-то возили. И желательно что-то тяжелое. Так, что еще тут интересного на этой панели? Ну, прежде всего, вот эта кнопка с литерой P. Это панорамный обзор автомобиля, поскольку здесь установлены две камеры. Одна на решетке радиатора, другая на крышке вот этого кузова. И на самом деле выглядит это очень круто. Вообще, что касается камер, они здесь довольно хорошего, высокого разрешения. И вот при такой длине автомобиля парковаться, куда-то заезжать, сдавать задом, или даже вот при движении по дворам с плотной парковкой автомобиля. Это очень удобно, и функция эта на самом деле очень крутая. И удобно, что она находится вот здесь, буквально на расстоянии вытянутого пальца. Конечно, было бы странным, если бы в самом длинном пикапе было бы мало места для задних пассажиров. И здесь действительно все в полном порядке. Ну, потому что просто пять с половиной метров позволяют расположить сзади комфортно пассажиров. И из приятных бонусов на центральной консоли для задних пассажиров расположена полноценная розетка на 220 вольт. Ну, а слева от нее еще один дополнительный USB-порт. Удобно. Конечно, первое время, когда ты садишься за руль Кинг-Конга и смотришь в заднее зеркало, отрып такая небольшая появляется, потому что ощущение, как будто ты не в пикапе, а в каком-то таком грузовике находишься. И он где-то там далеко-далеко заканчивается. Естественно, когда ты двигаешься в потоке машин на этом автомобиле с пустым кузовом, ты ловишь на себе такие удивленные немного взгляды из соседних автомобилей. Мол, что делает эта машина в городе? Вообще, это главный вопрос, насколько этот автомобиль для города или нет для города. Я думаю, что на самом деле важно, чтобы эта машина работала. То есть, это не просто какой-то фановый пикап, на котором можно подкатить куда-то на пляж и знакомиться с девчонками. Нет. Это действительно машина, которую надо загружать, которая должна работать по-хорошему. Действительно, это так. И знаете, с точки зрения водителя и вот этих систем обзора, огромных зеркал, видеокамер, комфортного включения передач, тебе в городе за рулем хорошо, но я начинаю беспокоиться за соседей по движению, потому что у меня складывается ощущение, что я могу им просто помешать. И тут начинается борьба тебя, такого самодостаточного эгоиста, да и пофигу, как бы, я вот еду и мне все нравится. С другой стороны, ну как-то хочется с уважением относиться ко всем в потоке, поэтому все-таки в каких-то узких дворах, в каких-то маленьких переулках ему некомфортно. Откровенно некомфортно, и он просто перегораживает собой все пространство. Поэтому тщательно относитесь к маршруту, по которому вы поедете. Мне кажется, что это должны быть максимально прямые линии и максимально широкие улицы. Рулевое колесо здесь весьма лаконично в своем исполнении, но, скажем так, главные функции есть. Под левым пальцем у вас управление магнитолой, а под правым управление как раз-таки вот этим вот бортовым компьютером, информация с которого на центральный сюда дисплей выводится. Из приятного есть подогрев руля, причем такой хороший подогрев. И отдельно хочу сказать про подогрев сидений. Мы привыкли, что подогрев сидений, он как-то вот находится под рукой, удобно. Кнопочку должно быть видно там слева или справа, где-то здесь она должна быть выведена. Я обыскался, я ее не нашел. Потом я начал копаться в этом центральном дисплее, и оказывается она здесь есть. Но насколько она удобная, вопрос дискуссионный. Можно выбрать водительское сидение и нажать, например, вот троечку, двоечку или единичку. Это когда мы едем со скоростью 32 км в час. А когда ты двигаешься по трассе со скоростью 97-105 км в час, и тебя слегка потрясывает, то попасть вот в эту клавишу, ну не знаю, или возможно речь о том, что в движении подогрев никто не включает. Типа ты сел, включил подогрев, погрелся, выключил, поехал. Ну вот была ситуация, что на трассе хотелось включить, и я понял, что это крайне неудобно. Конечно, по понятным причинам мы все наши обзоры записываем днем. Но у меня была возможность покататься на этом автомобиле и в темное время суток, естественно, и в темное зимнее время суток, в очень такую нестабильную погоду и в городе, и за городом. И я могу сказать, что здесь очень круто сделан свет, именно оптика сама, как она работает. Она и визуально хорошо выглядит, и функцию свою выполняет на 100%. Я уверен, что вы в этом и будете. За рулем Кинг-Конга я провел чуть больше недели и проехал около 3000 км. Причем время моего тест-драйва выпало на сильнейший снегопад в Центральной России. Из специального оборудования у меня с собой была только щетка и 5-литровая канистра незамерзайки. Вот и все. И во время движения я совершенно не задумывался о том, проеду я или нет. Кинг-Конг проезжает. С другой стороны, я особо не отвлекался, не отъезжал от известных трасс. Это ему не нужно. Словом, это хорошая рабочая лошадка, но в комфортных условиях. Он бы и готов впуститься во все тяжкие, но создатели надели на него шуоры. Ничего, подрастет. С вами был Денис Абасов. Увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Денис Абасов.